Накануне Великого праздника православные отмечают Крещенский сочельник. В храмах Стерпухова в этот день проходят торжественные богослужения и освящение воды, а верующие приходят в церковь за Великой святыней. Особое таинство для каждого и чудо исцеления одно на всех. На Крещенский сочельник или на вечерие богоявления почти каждый приходит в храм за святой водой. Верующие уверены, каждая ее капля благословена Богом. Хорошая, вкусная, она и целебная, и морально, скажем, духовно исцелит вода. Я думаю, с этим духовным исцелением уходят все остальные болезни. Она же не портится, вода. Она вот стоит, просто вода в бутылку. Больше в года стоит, она не портится, не зеленеет, не цветет. И пьем, и умываемся. Она особенная, особенно эта вода. Посмотрите, она вот стоит, ничего с ней не случается, ни осадка, ничего. Я так в это верю. Вот сейчас приду домой, дам сыну попить, внукам отнесу. Ну и сама, конечно. Святую воду священнослужители рекомендуют использовать бережно и хранить с благоговением. Крещенская вода имеет такое свойство освещать себя. То есть, когда мы в кончающуюся бутылочку святой водой добавляем обычной воды, неосвещенной, то у нас вся емкость освещается. То есть, достаточно взять полулитровую бутылочку крещенской воды и ее поставить к иконочкам, и молиться у этих икон, и с утра выпивать по рюмочке небольшой этой крещенской воды. Когда она заканчивается, добавлять еще чистой воды туда. И так эта вода будет все время свежая, все время освещенная крещенская. Братья и сестры, обратите на это внимание, что лучше взять меньше святой воды, но хранить ее благоговейно, благочестиво, чем взять ее очень много, и потом грех себе еще и получить за то, что мы безответственно относимся к святыне. Праздничные службы и великое освещение воды в храмах Серпухова будут проходить в течение двух дней – 18 и 19 января. Великое освещение воды на Иордане начнутся в 23.00. Купели, а их в округе 7, будут работать до 3 часов ночи.